Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед о Евангелии от Матфея. Сегодня мы с вами читаем 25 главу. Тогда подобно будет царство небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же, вместе со светильниками своими, взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик. Вот жених идет, выходите навстречу ему. Тогда встали все девы и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым, дайте нам вашего масла, потому что светильники ваши гаснут. А мудрые отвечали, чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающему, купите себя. Когда же пошли они покупать, пришел жених. И готовые вошли с ним на брачные пиры, двери затворились. После приходят и прочие девы, и говорят, «Господи, Господи, отвори нам». Он же сказал вам в ответ, «Истинно говорю вам, не знаю вас. И так бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приедет сын человеческий». Царство небесное подобно десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. И здесь говорится о масле. И это масло имеет такое многозначное значение, поскольку, как это бывает с притчами, как это бывает вообще с языком Библии, притча — это очень многослойный текст. Под маслом понимают терпение, веру, добрые дела различные толкователи. И все это верно. Мы видим, как жених замедлил, задремали все и уснули. И здесь, как и в других местах священного писания, особенно в притчах, Господь говорит, что между первым и вторым его пришествием проходит значительное время, и все задремали и уснули. То есть пришествие происходит не тогда, когда люди этого напряженно ожидают, а когда люди заснули. Причем все заснули. Заснули и богоразумные, и небогоразумные жены. Все заснули. Но в полночь раздался крик. «Вот жених идет, выходите навстречу ему». То есть когда все уже спят. Это полночь. «Тогда встали все девы и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым. «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». У них то есть масло кончилось. Они не дотерпели. Им не хватило терпения и веры, и усердия для того, чтобы дождаться Господа. То есть они какое-то время подождали. Какое-то время у них эти светильники горели. Но потом погасли. И они пытались позаимствовать у разумных дев, но не получилось. Они попытались купить, но тоже не удалось. И двери затворились. Они не смогли войти. Почему? Потому что им не хватило веры и терпения. То есть эта притча прежде всего говорит нам о необходимости терпения, когда люди ожидают, что Господь вернется, и вот он должен явиться вот-вот. Но людям кажется, что это все не скоро, и мы можем как-то расслабиться. И Господь говорит «нет». И так бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Может так получиться, что он придет, вы как раз в этот момент перестали ждать. Поэтому нужно быть терпеливыми и нужно поддерживать свои светильники горящими, чтобы у них было достаточно масла. Масло также трактовалось как добрые дела, поскольку по-гречески слово «елей» оно близко к слову «милость», что, возможно, речь идет о делах милосердия. Но так или иначе, речь идет об усердном ожидании Господа, причем не только пассивном ожидании, но и активном Ему служении в это время. «Ибо он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе. И тотчас отправился, получивший пять талантов, пошел, употребил их с дела и приобрел другие пять талантов. Точно так же, получивший два таланта, приобрел другие два. Получивший же один талант, пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И, подойдя, получивший пять талантов, принес другие пять талантов и говорит, «Господин, пять талантов ты дал мне, вот другие пять талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему, «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен и над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел так же, получивший два таланта и сказал, «Господин, два таланта ты дал мне, вот другие два таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему, «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел, получивший один талант, и сказал, «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь где не сеял и собираешь где не рассыпал». И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой земле, вот тебе твое. Господин же его сказал ему в ответ, «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жнул где не сеял и собираю где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов. И во всякому имеющему дастся и приумножится, а у неумеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте, возьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Сказав сие, Иисус возгласил, «Кто имеет уши слышать, да слышит». Притча о талантах обращается к той же ситуации, когда правитель или знатный человек, может быть, это человек в свите правителя, который должен его сопровождать, он куда-то отъезжает. И отъезжает надолго, потому что путешествия в античном мире — это, во-первых, очень-очень долго. Это месяцы и годы. Во-вторых, это дело ненадежное и опасное. И люди, которых оставил таким образом их господин, они живут более-менее автономно, самостоятельно. Он не может позвонить в свое имение и спросить, как дела. Связи нет. И он, отправляясь, дает какую-то сумму денег, причем довольно значительную. Талант — это весьма крупная денежная единица. И он дает пять талантов, два и нома один каждому по его силе. Что должны сделать люди, которые получили эти таланты? Употребить их в дело, чтобы их господин получил прибыль. Ну, тут надо сказать, что Господь использует здесь образ этих экономических отношений, и это косвенно указывает на то, что в торговле, в купечестве нет ничего, в принципе, греховного. Господь вряд ли стал бы использовать образ купца или образ человека, который делает финансовые вложения, если бы это что-то было отвратительное в его очах. Но важнее другое. Одни слуги пошли и употребили полученными средства в дело, а получивший один талант, пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. Почему? Он испугался. Он испугался ответственности. Он побоялся, а вдруг у меня что-то не выйдет. А вдруг я не оправдаю ожиданий, а вдруг я не смогу вложиться так, чтобы принести прибыль своему господину. И мы видим, как государь хвалит тех, кто принес прибыль, человека, который испугался, который не стал использовать свои таланты, он, наоборот, наказал. И мы знаем, что в античное время талант — это денежная единица, но сейчас слово талант используется исключительно в значении способность. Талант к математике, к музыке, или к организации производства. И мы все имеем от Бога какие-то таланты. Причем все. Это не значит, что если человек не является гениальным композитором, то он, значит, нет таланта. Нет, у него талант к чему-то другому. И у каждого из нас есть какие-то таланты. Эти таланты могут быть небольшими, но они всегда есть. Бог дал нам какие-то таланты, какие-то способности, какие-то умения для того, чтобы мы ему служили. И препятствием к этому служению может быть страх. А вдруг я что-нибудь не то сделаю, вдруг я что-нибудь испорчу. Может быть, мне безопаснее сидеть тихо и ничего не делать. Нет, Господь говорит, что это как раз опасно. Мы должны что-то делать с нашими талантами, мы должны их активно использовать на служение Богу. И Иисус говорит, кто имеет уши, слышит, да слышит. То есть он подчеркивает этим серьезность того наставления, которое он преподает. Когда же придет Сын Человеческий во славе своей все святые ангелы с ним, тогда сядет на престоле славы своей и соберутся пред ним все народы и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Это знаменитая притча о страшном суде и начинается она со слов, что Сын Человеческий придет судить все народы. Сын Человеческий — это указание на пророчество Даниила, где Сын Человеческий — это некая таинственная небесная фигура, которая получает от Бога власть над всей землей. Но мы видим здесь, как Сын Человеческий совершает суд над всеми народами. И мы знаем из Ветхого Завета, что тот, кто является судьей всех народов, — это Бог. Единственный, кто вообще судит все народы. Нет каких-то других эзотологических судей. И понятно, что это свидетельство о божестве Христа. Еще одно. Еще одно, поскольку эти свидетельства, они постоянно разбросаны в Священном Писании. Для человека, который знает, особенно Ветхий Завет, который находится в контексте библейского языка, для него эти свидетельства Христа о своем божестве вполне очевидны. Иногда люди говорят, что вот в Евангелии от Иоанна Господь больше говорит о своем божестве, у синоптиков меньше. Ну, я не уверен, что это так, потому что у синоптиков мы находим совершенно ясные свидетельства о божестве Христа, особенно если мы немножко знаем контекст Ветхого Завета. Соберутся пред ним все народы. То есть он будет судить все народы. И мы видим здесь, насколько невозможно поставить Господа Иисуса в ряд с другими учителями человечества, как иногда это любят в наше время делать, когда говорят Иисус, Будда, другие религиозные учителя, там Зараастр. На самом деле Иисус выступает здесь в качестве судьи, и все народы со всеми их религиозными учителями оказываются перед ним как подсудимые, подсудимые, судьбу которых он будет решать. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, «Придите, богословенный отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ, «Господи, когда мы видели Тебя алчищем и накормили, или жаждущем и напоили, когда мы видели Тебя странником и приняли, и нагим, и одели, когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе?» И царь скажет им в ответ, «Истинно говорю вам, как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне». То есть, это очень важно, милость, которую мы оказываем нуждающимся, Христос принимает как милость, которую мы оказали лично Ему. Это удивительной силы слова, которые побуждали христиан всю христианскую историю, должны побуждать нас сейчас, насколько удивительная возможность оказать милость самому Господу Иисусу Христу, когда мы оказываем милость кому-то, кто нуждается в нашей заботе. И, конечно же, мы понимаем все, что наши ресурсы ограничены, и мы должны проявлять разборчивость, и мы должны понимать, что человек, который стоит около магазина и просит денег, он их употребит себе не на пользу, он их, к сожалению, пропьет. Но мы должны найти возможность служить ближним, и наиболее очевидный способ это сделать, это найти какое-то служение церковное, где мы знаем, что оно реально помогает людям, что эти деньги не пропадут, и начать туда регулярно жертвовать. Столько, сколько мы сможем, пусть это будут небольшие деньги, но пусть это будет регулярно. Пускай какая-нибудь совершенно выносимая сумма, типа 100 рублей в месяц. Наверное, все-таки найдутся 100 рублей в месяц, но мы регулярно это жертвуем. А Богодать Божия, она использует вот эту возможность, которую мы даем для того, чтобы действовать в нашем сердце. Когда мы делаем хоть что-то, хоть очень понемногу, для того, чтобы послужить Богу, Бог меняет наше сердце. И есть люди, конечно, которые лично служат, лично идут в больницы, лично идут в тюрьмы и лично помогают тем, кто нуждается в этой помощи ради Иисуса Христа. При этом речь не идет о том, что люди, которым помогают, они этого заслуживают. В тюрьме могут сидеть преступники за свое преступление. Человек, который заболел, он, может быть, заболел по своей вине, потому что он вел какой-то безрассудный образ жизни. Но Христос признает всех этих людей своими. Он говорит, все, что вы сделали для этих людей, вы сделали для меня. И мы можем проявить наше подлинное отношение к Иисусу Христу тем, как мы относимся к этим людям, к людям, которые нуждаются в нашей помощи. То, что мы делаем для них, мы делаем для него. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, «Идите от меня, проклятые, в огонь вечную, готовный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда они скажут ему в ответ, «Господи, когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе, тогда скажут им в ответ, «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне, и подуться и в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Что самое пугающее в этих словах Господа, об осужденных не утверждается, что они активно творили какое-то зло. Не говорится, что они грабили, убивали, там мучили, пытали, нет. Вполне вероятно, это были вполне богополучные, социально устроенные люди, которые не имели никаких проблем с законом, которые жили себе, не трогали никого, но они не хотели помочь нуждающимся ближним. Они их проигнорировали, они отказались. И поэтому они осуждены. Слово Божие говорит, что можно быть осужденным не за какие-то активные действия. Тут похожая идея есть в притче о богаче и Лазаре. Богач был осужден, но там ничего не говорится о том, что он активно творил какое-то зло. Нет, он был осужден, потому что он пиршествовал блистательно в то время, как у него под дверями человек умирал. И он мог ему помочь, но не хотел. Он ему не делал никакого зла, но просто он был в состоянии помочь и не желал. И Господь говорит, что это причина для осуждения, жестокосердие и нежелание помогать. И, конечно же, тут нам нужно понимать, что с нас спрашивается сообразно нашим возможностям, и мы понимаем, что мы не можем всем помочь, но кому-то мы можем. Более того, даже если мы не можем какого-то отдельного человека понести, мы можем хотя бы принять участие, небольшое самое участие в помощи кому-то. В церкви есть много служений, которые люди помогают сиротам или больным или другим людям, которые нуждаются в помощи, и мы можем принимать в этом участие. Сначала хотя бы очень небольшое. Какое-то совершенно незначительное дело мы уже можем сделать, и Господь настоятельно нас призывает это сделать. Мы с вами прочитали 25 главу Евангелия от Матфея. Мы читаем Писание в рамках библейского портала Экзегет.ру.